Добрый день, дорогие друзья! Это снова программа Q-Sport, я ее ведущий Ержан. Мы начинаем! Вышли результаты победителей Blast Premier World Final 2021. Кто же стал чемпионом? Смотрите далее. Na'Vi обыграли Gambit и Sports в гранд-финале турнира по CS GO. Матч закончился со счетом 2-1. Na'Vi заработали 500 тысяч долларов за первое место. Снайпер команды Александр Костылев был признан лучшим игроком турнира. И это уже восьмой титул украинца за этот год. Турнир прошел с 14 по 19 декабря. Команды разыграли призовой фонд в размере миллиона долларов. Так закончился последний крупный турнир в этом году. Теперь киберспортсмены будут готовиться к следующему сезону. Пройдет шестой сезон Dota 2 Champions League. Когда же состоится турнир? Расскажем прямо сейчас. Это очередной сезон онлайн-лиги по Dota 2 от Epic Esports Events. Соревнование пройдет с 6 декабря по 11 января. Всего в турнире примут участие 13 команд. 11 получили прямые приглашения, а остальные прошли через открытые отборочные. Среди списка участников можно найти известные СНГ-коллективы из Восточной Европы. В турнире можно понаблюдать за V-Gaming и другими казахстанскими игроками с разных составов. Призовый фонд шестого сезона составит 500 тысяч долларов США, а часть этой суммы получит каждый участник. Тим Виталити стала чемпионом IEM Winter 2021. Какой денежный приз выиграла команда? Смотрите следующий сюжет. Французский коллектив победил NIP в финале турнира по CSGO. Встреча завершилась со счетом 3-0. За первое место чемпионы заработали 100 тысяч долларов и 1000 очков ESL Pro Tour. На пути к решающей встрече Тим Виталити обыграла Gambit Esports и Virtus.pro, а снайпер Mattia Erbo был признан самым ценным игроком турнира. Напомним, что мероприятие прошло со 2 по 12 декабря в Стокгольме. Призовой фонд составил 250 тысяч долларов. Фанатское продолжение Dark Souls Nightfall выйдет в январе. Какие новинки подготовили разработчики? Давайте узнаем. Группа опытных моддеров Dark Souls объявила, что релиз состоится 21 января. Nightfall это мод Traveling Wilburys. Создатель описал его как более амбициозный проект, хотя и он в основном представляет собой ремикс элементов из Dark Souls. Кажется очевидным, что это будет новый опыт даже для опытных игроков. Изначально команда планировала выпустить Nightfall в этом году, но моддеры решили потратить дополнительное время на доработку, когда узнали, что Elden Ring перенесли на февраль. К счастью, чтобы компенсировать небольшую задержку, Grimruch выпустил новый тизер-трейлер. Голливудский актер появится в игре World of Tanks в качестве командира танка. Его персонаж будет произносить знаменитые фразы и обладать тремя навыками. Шестое чувство, ремонт и боевое братство. А также будет иметь достаточное количество опыта для изучения дополнительной способности. Получить нового командира можно будет только в рамках ивента «Новогоднее наступление». Новогоднее наступление в World of Tanks пройдет с 9 декабря до 10 января. Во время события игрокам предстоит украшать ангар праздничными гирляндами, игрушками и другими декорациями. В зависимости от уровня украшений будет меняться количество наград за ивент. В преддверии праздников в Apex Legends прошло мероприятие на пиратскую тематику. Смотрите следующий сюжет. Apex Legends Raiders Collection прошел с 7 по 21 декабря. Там представили ограниченную косметику для Валькирии, Лобы, Ревенанта, Платхаунда, Следопыт, Уотсона и Рейфа, чтобы они выглядели как пираты. Тем не менее, ограниченный по времени режим Winter Express снова возвращается. В нем три отряда пытаются запечатлеть подходящую праздничную версию поезда «Край света». Впервые вы сможете выбрать себе снаряжение перед тем, как сесть в поезд. А также яркая легенда получила свою фамильную реликвию. Также есть некоторые корректировки баланса. Чтобы назвать одно из них, фокус внимания про Вица теперь взрывается быстрее. С 11 по 18 декабря прошел 32 сезон лиги One League X от 1XBet. Там приняли участие как соло, так и командные игроки. Подробнее об этой лиге вы можете прочитать на сайте организаторов. Выйдет новый шутер от разработчиков Battlefield. Какой трейлер представила студия? Давайте посмотрим вместе. Студия MBUG представила небольшой ролик собственного шутера. Игра войдет под названием ARC Riders. Судя по трейлеру, шутер создан в космическом сеттинге. Также можно увидеть сражения третьего лица, солдат, оружие и противников. В том числе гигантский шар. Голос за кадром призывает приступить на службу и оказать сопротивление. Подробности игры пока неизвестны. Больше об игре обещают рассказать очень скоро. Porsche спроектировала автомобиль для Gran Turismo 7. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Студия Polyphony Digital и издательство Sony Interactive представили два новых трейлера автосимулятора. В компании особо подчеркивают, что художники не были ограничены никакими регламентами. И это открыло дополнительные возможности, которые в дальнейшем могут быть реализованы в настоящих автомобилях. При этом игрокам обещают не только крутой дизайн, но и новый функционал, который позволит усилить ощущения. В частности, тактильную обратную связь через контроллер, имитирующий взаимодействие с рулем настоящей гоночной машины. Релиз Gran Turismo 7 запланирован на 4 марта 2022 года. Игра выйдет на PlayStation 4 и 5. По словам разработчиков, в обеих версиях будут одинаковые геймплейные механики, включая динамические изменения погоды. Хорошая новость. Вышел трейлер запуска Call of Duty Warzone Pacific. Смотрите далее. Activision выпустила трейлер для обновления, в котором есть все, что связано с новой картой Калдера. Трейлер представляет собой классический видеоролик Call of Duty с громкой музыкой, боевыми сценами и с невероятными моментами, которые могут произойти, когда игроки зайдут на новую карту Warzone. В трейлере показаны несколько новых локаций на карте, оформленные в тихоокеанском стиле, а также выделены два режима, которые будут запущены вместе с Caldera Vanguard Royal и Battle Royal. Также можно увидеть новых операторов и оружие, которые, вероятно, присоединятся к игре в боевом пропуске или в виде отдельных покупок. Caldera вышла в раннем доступе для владельцев Vanguard. Отметим, что с результатами турниров по киберспорту и с расписанием вы можете ознакомиться на сайте и в приложении 1xBet. Ну что ж, друзья, на этом все. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...